С каждым годом количество туристов, приезжающих в Азербайджан, неуклонно растет. Согласно статистике, наибольшее число иностранных граждан приезжают в страну из Ирана и России. Так, только за первые пять месяцев 2017 года Азербайджан посетили более 200 тысяч российских туристов. Если посмотреть статистические данные за 2015-2016 год, мы увидим, что от 2015 по 2016 на 11% увеличилось число туристов. В общей сложности более 2 миллионов людей посетило Азербайджан за 2016 год. Это страны, которые посетили, то есть граждане каких стран? Это Россия, это Казахстан, Грузия, Иран, Турция. Я бы даже сказала, что на 33% увеличилось число туристов. Это точно так же могу отметить, что из Бахрейна, из арабских стран, из Ирака в 30 раз повысилось. То есть из таких стран, как Малайзия, из таких стран, как азиатские страны, очень много туристов, поток есть. Наглядно всю эту статистику можно увидеть, прогулявшись по центральным улицам азербайджанской столицы. Одно из самых популярных мест у иностранных граждан, конечно же, старый город Ичари-Жахер. Древняя крепость, камни, хранящие в себе историю, памятники архитектуры, музеи и восточные сувениры. Менее чем за полчаса у входа в одну из самых главных достопримечательностей столицы. Девичью башню можно встретить представителей различных стран региона, которые решили провести свой отдых в Азербайджане. По приглашению друга приехал сюда. Очень нравится. Шикарный город. Думаю, что даже есть смысл квартиру купить или дом. Но я слышал, что Баку преобразился очень сильно, благодаря вашему президенту. И как бы вот сейчас вот ходим, смотрим, любуемся всем этим. Это очень красивый город. Мне нравится, как в вашей архитектуре сочетаются атрибуты советского периода и европейской традиции. Здесь много интересных музеев, красивых парков и просто замечательные люди. Мы уже были в Габустане, в музее. Мы планируем еще поехать на пляж. В Баку мы только приехали. Мы прибыли в город в Баку вечером. Он очень красивый, люди очень приветливые. Мы приехали сюда из Ирана на велосипедах. Нас четверо. Мы впервые в Азербайджане уже видели горящую гору. Были в Девичьей башне. Хотим посетить дворец Шаруаншаха в центре Гейдара Алиева. Я уже послал некоторые фотографии своей жене, и она тоже захотела приехать сюда следующим летом. Это наш первый день. Мы хотим увидеть Баку, прогуляться по городу. Мы читали об Азербайджане в газетах, видели много интересных репортажей. Кроме того, здесь проводился песенный конкурс Евровидения. Об этом мы тоже слышали, и поэтому мы решили приехать сюда. Мы пока видели совсем немного, но то, что мы уже успели увидеть, нам очень понравилось. С каждым годом среди приезжающих все больше людей, которые посещают Азербайджан впервые. И это неудивительно. Ведь за последние годы в стране прошли крупные международные мероприятия. Песенный конкурс Евровидения, первые европейские игры, всемирная шахматная олимпиада, четвертые игры исламской солидарности, международные форумы и конференции. Менее чем через неделю в азербайджанской столице уже во второй раз пройдет этап гран-при «Формулы-1». Благодаря освещению этих мероприятий в международных средствах массовой информации, люди из самых разных стран смогли получить более подробную информацию об Азербайджане. Как рассказывают многие туристы, они решили приехать в страну огней, заинтересовавшись фото- или видеорепортажем об Азербайджане. Та же самая формула, предположим, на сегодняшний день, если посмотреть по статистическим данным, по более 500 миллионов человек смотрит «Формулу-1» по телевидению, правильно, по телевизору. Соответственно, наши все крупные мероприятия, спортивные особенно мероприятия, они по телевизору очень многие смотрят, то есть по СМИ информируют людей об этих мероприятиях и, соответственно, что, конечно же, очень многие имеют доступ к информации об Азербайджане. Здесь есть что посмотреть и где отдохнуть. Красота азербайджанской столицы, города, в архитектуре которого восточный колорит гармонично переплетается с традициями Запада и Востока. Древние памятники архитектуры и здания в стиле модерн. В начале июня на побережье Каспийского моря открывается пляжный сезон. Пляжи располагаются всего в 30 минутах езды от центра Баку. В регионах страны можно насладиться красотами природы. Вне зависимости от времени года созданы все условия для комфорта приезжающих туристов. Зимой можно прокатиться на лыжах, а летом полюбоваться красотой окружающей природы, прокатившись по канатной дороге. Также в регионах страны традиционно проводятся различные фестивали народного творчества и национальной кухни. Всё это естественным образом вызывает огромный интерес у иностранных туристов.